Итак, дорогие друзья, всем доброе утро! Доброе, бодрейшее утро! Шалом! Значит, надеюсь, что я правильно зашел. Это у меня бывало, я неправильно заходил. Сейчас посмотрим, кто первый зайдет в комнату. Да, правильно зашел Максим Перенчук. Значит, я зашел в Ваикро, потому что иногда бывало, что я по ошибке в пути заходил на личную страничку и там проводил эфир. А этот эфир все-таки связан с Торой, и поэтому все правильно. На странице Ваикро я его провожу, Яков Шатадина смотрит. Все отлично. Значит, сегодня я уезжаю в одну поездку, поэтому я не дома провожу, а вот меня жена привезла на место встречи, где я встречаюсь, и мы едем в поездку. Я, может быть, размещу, пришлю какие-то интересные кадры. Хорошо, друзья, поэтому сегодня будет урок не по Мишлей, не по притчам царя Соломона, а меня давно просил Дамир сделать урок про молитву. Как молиться, что такое молитва. И сегодня будет урок про молитву, как молиться, что такое молитва, и как это все работает. Значит, молитва, молитва, да, на иврите Тфила, слово Тфила, это самое важное, можно сказать, самый важный инструмент, который связывает человека с Богом. Когда мы изучаем про Бога, да, мы изучаем Тору, мы хотим понять, как вообще мир работает. И вот человек изучает Тору, он изучает, прям берет Берешит, Бара, Элотим, Эта Шамам, Эта Аретс. В начале сотворил Бог небеса и землю. И с этого начинается сберешит, начинается изучение, изучение, кто такой Бог, что такое мир. Изучение вот этой вот модели мира, в которой человек находится. И чем больше ты изучаешь про Бога, тем сильнее у человека возникает вера. Что такое вера? Ведь все эти вещи, идеи, которые мы изучаем, такие, они достаточно абстрактные. Вначале не было ничего, не было мироздания, не было вселенной, не было материала, не было времени, не было пространства. Как это все увидеть? Это же нельзя увидеть, это нельзя пощупать. И когда ты это изучаешь, то ты в это или веришь, или не веришь. То есть вера это как цемент, который поддерживает картину мира. И вот Тора, Тора это система восприятия себя и мира, когда ты видишь мироздание, которое находится в Боге. Бог причина, создатель и единственный хозяин мироздания. Это Тора, это учение. Дальше в этом учении есть заповеди. Заповеди это когда Бог сказал, это делай, это не делай. Это добро, это зло. Это заповеди. И когда ты выполняешь волю Бога или не выполняешь волю Бога, то ты в этот момент на физическом уровне, на уровне своего жизненного восприятия подтверждаешь свою веру. То есть заповеди это подтверждение твоей веры в Бога. И это доказательство того, что ты действительно веришь в Бога. Потому что можно верить, а можно, вот например, в отношениях между людьми мы тоже смотрим на поступки, на действия. Я вспомнил анекдот, когда Абрам Саре говорит, Сара, я предлагаю вам руку и сердце. Он ей делал предложение выйти замуж. Она говорит, Абрам говорит, анатомия меня не интересует, меня интересуют поступки. Значит, что значит, что ты мне предлагаешь руку и сердце? Поступки, ты мне докажи, что ты действительно хочешь на мне жениться. И даже в отношениях между людьми вот эти вот поступки, они подтверждают то, как ты относишься. Легко сказать, я тебя люблю, или легко сказать, ты мой друг. А вот сделать для друга что-то, это доказательство. Это есть известная тоже история, как один отец воспитывал сына. Сын все время проводил время в гулянте, друзья, там, приятели. И папа ему, когда говорил что-то, что надо сделать, то сын говорил, нет, у меня друзья, друзья. Папа говорит, смотри, я тебе хочу показать сейчас, что такое друзья. И кто для тебя настоящие друзья. Поехали. И он ночью приезжает с сыном к тем, кого сын назвал друзьями, и говорит сыну, вот давай проверим. Позвони в дверь и скажи, что ты случайно сбил человека, и сейчас тебе надо там труп спрятать. И он каждому говорил, ему все закрывали дверь и говорили, все, иди отсюда, я тебя знать не хочу. То есть дружба, любовь, отношения проверяются поступками. То же самое, вера в Бога проверяется заповедями. Или ты готов идти против своего желания и не есть кошерное, не кошерное. То есть есть кошерное, не есть не кошерное. Или не готов. Или ты говоришь, я в Бога верю, но, но, но и так далее. То есть заповеди это проверка веры. Теперь, а что такое молитва? Сегодня у нас урок про молитву. Молитва это личный контакт с Богом. То есть ты в момент молитвы вступаешь с ним конкретно вот прямо в личный разговор. С кем? С создателем мироздания. Поэтому молитва это самое, самое близкое соприкосновение с Богом, которое только можно представить. Теперь, как это происходит? Молитва, она имеет как три части. Три части. Это первая часть молитвы, это прославление Бога. Молитва вообще в иудаизме называется молитва 18 благословений. Амида. То есть ты становишься, написано в трактате Брахот, написано так. То есть не становится молиться, а только когда ты ковы дрожь, это когда ты собранный такой, собранный, ты должен собраться. Значит, ты собрался и, значит, написано дальше, что хасидьим решоним в древности люди час, час они готовились к молитве. То есть час они входили в это состояние. И даже если царь спрашивает тебя во время молитвы, написано дальше, как дела, ему не отвечают. Если змея обвелась вокруг твоей ноги, то не двигаются. То есть в момент молитвы человек должен быть полностью осознавать и понимать, с кем он общается. Он общается с хозяином мира. То есть ты как бы в момент молитвы, ты соединяешься с Творцом Мироздания, и это самая близкая связь. Теперь, как состоит эта молитва? 18 благословений. Первых три благословения, они называются прославления. Ты, когда ты стал молиться, ты вначале говоришь, что кто тот Бог, которому ты молишься. Значит, евреи молятся создателю мира, хозяину мира. Один есть Бог, который создал мироздание, который его поддерживает существование. То есть все мироздание находится в... существует, находится и есть только вот потому, что Бог это хочет и поддерживает. То есть Бог, он как бы наполняет все, дает жизнь всему. Он создал и поддерживает все законы природы. То есть природа это тоже Бог, когда говорят там, вселенная мне поможет, мироздание мне поможет, природа мне поможет. Это все другими словами говорят, что мне поможет тот, кто всем этим управляет, кто все это создал. То есть евреи молятся Богу, создателю, творцу мироздания, который один, един, который все создал, все в нем и так далее. Значит, вот первых три благословения ты себе напоминаешь. Перед тем ты стоишь и в этот момент ты должен прямо войти вот в это состояние, то есть осознать, что ты сейчас в данный момент находишься как бы перед царем царей. То есть ты не можешь представлять никакую картинку, но ты ощущаешь, как бы, что ты начинаешь разговор с тем, кто сотворил всю вселенную и поддерживает ее жизнь. То есть это самое, ну нет, нет больше силы, нет большего в этом мире ничего, да. И вот ты стоишь перед Богом, первых три благословения ты в себя включаешь. Дальше идут благословения, просьбы, потом ты начинаешь его просить. То есть первое, что просят евреи у Бога, это дай мне Атаху Нелли Адам Даат. То есть ты даешь человеку Даат, это сознание. Что такое сознание? Мы все существуем, каждый существует в своей модели мира, которая каким-то удивительным образом у всех людей, она держится. То есть только у сумасшедших она распадается. Но обычный человек, он ночью выключается, представьте ситуацию, да, ночью он выключился, как компьютер, лежит без движения, ему там внутри что-то, что-то сны какие-то снятся. Потом он включается утром и все помнит. Помнит, как его зовут, помнит, где он находится. То есть вот эта картина, в которой человек живет, и у каждого эта картина мира своя, каждый утром просыпается в собственную реальность, каждый утром возвращается в ту модель мира, которая когда-то у человека сцементировалась, причем модель мира у человека держится тоже на вере. Есть вера в Бога, а есть вера в правильность каких-то действий. Есть вера в правила, есть вера в образ себя. Там, например, один человек говорит про себя, да я талантливый, второй про себя говорит, да я бездарный. И каждый верит своим словам. Понятно, да? То есть это все называется даат. Это собранная картина мира. И вот мы просим, что ты даешь человеку даат, ты даешь человеку бина, это качество ума, причина следственной связи. То есть человек все время же, он про мир, мы видим все время маленькую картинку мира, очень маленький кусочек. Но мы все время делаем выводы. Если так, то так, а если так, то так. А вот это значит то-то, а то значит это. То есть это свойство ума. Делать вот эти вот иногда многоходовые комбинации, как есть тоже известная история, когда парень подарил девушке книгу, а она ему говорит, да, говорит, и я поняла, как ты ко мне относишься. Он говорит, в смысле? Она говорит, ты меня дурой считаешь. Ты мне книгу подарил. Он говорит, почему, это интересная книга. Она говорит, нет, я поняла, я сделаю вывод. Или, ну, вторая шутка, что он ей две книги повторил, подарил. Так она говорит ему, да, говорит, и я поняла, какой ты. Он говорит, в смысле? Она говорит, ты зачем мне две книги подарил? Он говорит, тебе и твоей маме. Она говорит, значит, ты меня и мою маму дурой считаешь. То есть, вот это вот называется качество ума, бина. Бина – это умение строить, делать выводы. Бог дал нам всем это качество. Просто одни делают выводы такие, другие делают выводы другие. Значит, и дальше Бог нам дал не только возможность вот эту вот картинку собирать и делать выводы, но Он дал нам возможность присоединиться к Торе, к знанию о Боге. То есть, есть божественная мудрость, которая была получена через пророков, где Бог сообщил, как мир работает. И мы просим первым делом, чтобы Бог нам дал, да, правильную картину мира. Второе, значит, бина – это умение делать выводы. И третье – это хохма, это вот эта божественная мудрость. Потому что каждый человек принял от окружающего мира какую-то систему правил. Мы никто не придумывали систему правил, в которой живем. Мы родились в Советском Союзе, нам объяснили, значит, вы, советские дети, школьники, пионер, будь готов, всегда готов, это хорошо, это нехорошо, там и так далее, и так далее. Оп, мы все эти правила приняли. Дальше мы приняли правила своей семьи, правила своего государства и так далее. Теперь, значит, самая главная просьба у Бога, которую просят евреи во время молитвы – это дай мне вот эту вот правильную голову, правильное мышление, умение правильно мыслить и правильные вот эти аксиомы, исходные предпосылки. Дальше идут разные просьбы. Мы живем в мире действия, мы живем в мире физическом. Поэтому мы просим у Бога здоровья для себя и для своих близких, мы просим богатства и благословения и так далее, и так далее. То есть человек, он все время в чем-то нуждается. И верующий человек во время молитвы просит у Бога абсолютно все, что ему нужно, понимая, что та реальность, в которой мы находимся, ее создает Бог. Мы много про это учили в Мишлей, как это происходит и так далее, но реальность, в которой мы живем, она вся идет от Бога. И когда ты первых три прославления, то есть ты как бы включился в Бога на самом таком высоком уровне, там, где идет сотворение Вселенной. Сейчас много психологов на эту тему начали разговаривать, Джоди Спенза там и так далее, что как человек своим видением, своим мечтами, видением будущего, которое он себе придумал и позитивным состоянием сегодня, как человек может строить любую реальность. И об этом пишут сейчас очень многие психологи, но как раз вот молитва, она именно так и работает. То есть ты первым делом соединяешься, входишь в то пространство, из которого сотворяется Вселенная и Мироздание. Каждую секунду Бог заново сотворяет всю Вселенную и поддерживает ее существование. Дальше ты просишь у Бога, то есть ты видишь, ты как бы туда посылаешь Богу те свои просьбы, как ты хочешь, чтобы было, куда оно двигалось. То есть ты туда как бы создаешь тот фильм, тот, как это, не негативы, как пленка фильма, да? То есть ты создаешь тот проектор, который ты туда вкладываешь свою божественную внутреннюю силу, духовную силу, ты туда вкладываешь. То есть ты просишь, что бы ты хотел, что бы произошло. И в конце молитвы ты благодаришь Бога за то, что Он уже для тебя сделал. И ты входишь вот в это состояние благодарности, состояние потока, потому что Бог же зачем мир создал и людей, чтобы мы соединялись, чтобы мы соединялись с Богом. Теперь как идет соединение с Богом? Идет соединение через знание о Боге, через молитву и через благодарность Богу. Все, все это вместе называется молитва. Вот мы узнали, как молиться. Вначале настроился, встал, вспомнил про Бога, все, что ты знаешь про Бога, Творца Мироздания. Потом попросил у Бога все, что тебе нужно, представив это. И третье, благодаришь Бога за все, что Он тебе уже дал, входя в состояние очень мощной внутренней благодарности, состояние потока. Есть разные лайфхаки здесь. Есть такой Равшалом Аруш, он говорит, что молиться надо уже заранее благодаря Бога, за то, что Он тебе дал то, что ты еще не получил. То есть ты Его за это благодаришь, и Он говорит, это как бы такая форма молитвы, она быстрее как бы доходит до, ну, скажем так, до Бога, да, то есть она сильнее. Почему? Ты не разделяешь между просьбой и благодарностью. Ты сразу благодаришь за то, что ты просишь. И Он говорит так, что ворота молитвы много людей просит. И когда человек просит, его проверяют эти ворота молитвы, говорит это Равшалом Аруш, что ворота молитвы, они очень проверяются. Как проверяется? Та мера, которую человек меряет, меряют ему. То есть если ты у Бога много просишь, а сам в это время другим людям ничего не даешь, то есть ты к ним строгий такой, прям, да, тебе не положено, тебе не положено, вот этот богатый, вот сволочь, украл, наверное, там, и так далее. То есть если ты всем людям даже мысленно отказываешь, то в этот момент как раз твоя просьба, та мера, которую человек меряет, меряют ему с неба. Но если ворота благодарности всегда открыты, потому что мало людей благодарит, мало людей благодарят за то, что у них есть. Бог нам всем дает очень много, но мало людей благодарит. И эти ворота благодарности, говорит Равшалом Аруш, они все время открыты. Поэтому если ты просишь, но сразу за это благодаришь, то тогда твоя молитва доходит сразу до того места, откуда сотворяется реальность. То есть Бог это то место, источник реальности. И ты, как человек, которым есть божественная душа, ты тоже соединяешься с этим источником реальности через свою молитву. Это не манипуляция, это человек должен благодарить. Человек должен благодарить Бога, человек должен быть благодарный. То, что люди неблагодарны, это проблема. И ты в этот момент исправляешь эту проблему, потому что там, на небе, и вообще в духовном мире, ведь нет же ничего реального. Мы все живем в своих мыслях. Если ты в мыслях благодарный, если ты в мыслях прославляешь Бога, это не манипуляция, это так должно быть. Так должно быть, а оно, к сожалению, не так, как должно быть у большинства людей. Все, дорогие друзья, я всем желаю вам, чтобы молитвы ваши Бог принимал и для вашего блага их исполнял. Чтобы мы помнили и благодарили Бога за все хорошее, что Он для нас делает. Чтобы все были здоровы. И есть еще один лайфхак в Талмуде, что если ты хочешь, чтобы Бог принял твою молитву, вначале молись за других людей, которым это нужно. И это тоже один лайфхак. То есть тебе нужно здоровье, молись, чтобы все выздоровели, кто сейчас болен. Тебе нужны деньги, молись, чтобы все твои там друзья, знакомые стали богатыми. То есть ты этим самым создаешь внутри ту, это называется, то состояние, тот фильтр, то состояние, через которое потом Бог даст тебе то, что нужно тебе. Все, это был урок про молитву, так по-простому. Все, всем удачи, успехов, прекрасного дня. Все, счастливо.